Продолжаем наш эфир. Традиционно обсуждаем наиболее важные вопросы. Сегодня в студии у нас Екатерина Волкова, председатель Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования. Здравствуйте, Екатерина Ивановна. У нас на сегодня на полуострове все сферы жизнедеятельности подвергаются модернизации, везде какие-то новшества. Особенно хотелось бы отметить непосредственно улучшение в общем. Но если говорить непосредственно о сфере образования, насколько она подверглась этой модернизации, что изменилось здесь? Ну, первое, я хотела бы отметить, что безусловно изменились условия труда. Материально-техническая база обеспечения учебно-воспитательного процесса. Мы давно не видели такого количества учебников, такого количества оборудования технического, которое поставлено в наши образовательные организации. Повсеместно совершенно. Мы очень благодарны регионам Российской Федерации, других субъектов, которые оказывали помощь, безвозмездную помощь. И те средства, которые вливали в Республику Крым, конкретно в образование Республики Крым. Поэтому, конечно же, условия труда стали гораздо лучше и, вы знаете, неожиданно лучше по сравнению с тем, что мы имели. Мы ведь в предыдущие годы выживали за счет собственных средств, которые были обеспечены родительской общественностью зачастую. Поэтому, да, конечно, изменения разительные. И, кроме всего прочего, у нас проведены капитальные ремонты. Далее эта программа продолжается в 2016 году. Строительство новых дошкольных учебных заведений, пристроек, то же самое школа. Это пророгатива нашего Министерства образования, науки и молодежи, активной позиции всех органов власти Республики Крым. Но настроено и направлено на кардинальное изменение условий труда, как педагога, так и наших детей. Екатерина, ну, дело в том, что ваша задача, да, как профсоюзы, непосредственно за этими условиями работы следить, контролировать их, бдить и неустанно. И вот насколько удается найти контакт с властью для того, чтобы вот все эти чаяния, так сказать, проблемы реализовать? Да, безусловно, задача профсоюзной организации это общественный контроль. Но общественный контроль не сама цель, это в первую очередь поддерживание тех сил баланса с органами управления, образованием и в целом с властью. Вы знаете, тот прекрасный случай, когда я сегодня в студию пришла после окончания пленума нашего шестого, на котором мы рассматривали вопрос о развитии социального партнерства в системе образования по итогам колдоговорной кампании 2015 года. То есть подводили итоги, что нам удалось совместно с органами управления, в первую очередь с министерством, сделать в 2015 году в результате совместной работы, совместных усилий по улучшению качества обучения, по улучшению условий труда учителя, по усилению социальной защиты. И я думаю, что все констатировали о том, что мы, безусловно, достигли определенного баланса сил. То есть не сдавая интересы работников, наших членов профсоюза, мы постепенно, поступательно двигаемся именно к эффективности нашего учебно-воспитательного процесса. На сегодняшний день, кроме такого положительного момента, у нас были и те вопросы проблемные, которые мы продолжаем решать. Первый один из таких вопросов, это, конечно, система оплаты труда. Примеры, когда недостаточная оплата труда воспитателя дошкольного образовательного учреждения. Вы же знаете о том, что в прошлом году мы перешли на новую систему оплаты труда, которая нас, конечно, не устраивает, и она достаточно противоречива. И нас услышала власть нашей республики, и мы сейчас уже практически на выходе постановления Совета министров о введении коэффициентов по типу учебных заведений, что увеличит постоянную часть заработной платы педагога и воспитателя дошкольного. То есть всех типов, эти коэффициенты разные, мы увеличим постоянную часть заработной платы до 70%. Каждый, который работает в нашей системе, он должен быть уверен, и я думаю, что мы запустим это с мая месяца, что у него 70% постоянной заработной платы он получит. А все остальное это стимулирующие выплаты, которые будут зависеть от его личного вклада. Это пока вот на промежуток 2016 года, поскольку рабочая группа будет трудиться над тем, как бы усовершенствовать эту систему оплаты труда вплоть до ее замены. Вот это проблема, которая возникает, но и ряд других проблем, которые сегодня обсуждались на пленуме и высказывались как социальными партнерами со стороны органов управления. Мне приятно все-таки наконец-то уже увидеть свет постановления порядок компенсационных выплат для учителей сельской местности. В этом 2016 году, к сожалению, в проекте не заложено 1200 рублей, поскольку не было этого в бюджете предусмотрено. Но все-таки правительство изыскало возможность предоставить такую компенсацию в размере 750 рублей ежемесячно, начиная с 1 января. То есть мы очень надеемся, что в мае месяце наши педагоги сельской местности, которые проживают и работают в сельских образовательных организациях, эту компенсацию получат. А в этом году мы уже будем вносить в бюджет 2017 года на уровне 1200 рублей, то есть на уровне так, как и для федеральных образовательных организаций. Екатерина, безусловно, приятно, что такая работа проделана, приятно, что не забывают о наших педагогах. Но, тем не менее, есть такие аспекты, которые не зависят ни от государства, не зависят ни от республиканских властей, ни от профсоюзов. Я сейчас говорю непосредственно о работе учителя, ведь зачастую там напряжение, какие-то стрессы на работе. А все мы знаем, что с детьми не просто с маленькими сложно, а с подростками еще сложнее. Вот в преддверии дня защиты труда. Вот каким образом избежать вот этих же стрессов на работе? Каким образом, ведь это нужно еще какое-то оздоровление, наверное, проходят ли такие мероприятия? Слушай, вы знаете, вот очень хорошо, это беседы действительно в преддверии Всемирного дня охраны труда у нас с вами идет. И я должна сказать, что и тема-то в этом году утверждена, стресс на рабочем месте, это коллективная угроза. Почему? Потому что не только лишь условия труда, но морально-психологический микроклимат. Именно этим вопросом тоже мы сегодня занимались и обсуждали его. Почему? Потому что в каждом образовательном учебном заведении должна быть комната психологической разгрузки, куда учитель мог бы просто зайти, справиться с какой-то стрессовой ситуацией. Мы говорили сегодня о том, что необходимо нам все-таки оформлять кабинеты социального партнерства, где может состояться социальный, разумный, результативный разговор. Мы говорим о том, что необходимо уделить внимание налаживанию вот этого морального-психологического микроклимата в коллективе взаимопомощи, добра. И самое главное, я хотела бы сказать, что почему мы не говорим в трудовых коллективах о мероприятиях релаксации, там, где есть одна смена. Почему? Потому что время работы учителя нельзя жестко разграничить. Он отвел свои уроки, но учитель работает постоянно. Если позвольте, я вот здесь вот вас немного прерыву, хочу сказать свое личное мнение. Я всегда думал, что как хорошо быть учителем. Ты с утра пришел, отвел уроки, ушел там в час-два домой и все, наслаждайся жизнью. Теперь моя дочь пошла в первый класс, и я понимаю, что вот на примере нашего классного руководителя, она с утра ведет уроки, потом у нее деятельность дополнительная, определёнка, потом она там проверяет тетради, обязательно звонит, пишет, рассказывает, что нужно сделать. То есть я понимаю, что это круглосуточная практически загрузка. Да, да. Саша, мне приятно от того, что вы это осознаёте как родитель. И мне бы хотелось, чтобы все родители это осознавали, что труд учителя благородный труд, но он тяжкий труд, тяжёлый труд. И об этом общество тоже должно осознать. И те гарантии, которые возможно, конечно, их утверждать и сохранять. Почему? Потому что, вы знаете, учитель, настоящий учитель, когда он даже вечером смотрит какую-то телевизионную программу, он тоже работает. Почему? Потому что он думает о том, что из этой телевизионной программы он завтра принесёт своим детям, какой вывод можно сделать. Почему? Потому что учебно-воспитательный процесс, он неразрывный. Где ты учишь, а где ты воспитываешь, всё взаимосвязано. Поэтому мы готовимся к летнему периоду. Я должна сказать, мы готовимся сейчас к летним отпускам. Мы должны отследить практически везде, чтобы каждый наш работник получил, согласно закону об образовании Республики Крым, материальную помощь на оздоровление. К летнему отпуску. Уважаемые коллеги, я обращаюсь абсолютно ко всем, кто уходит в отпуск. Ваше второе заявление должно быть о предоставлении материальной помощи на оздоровление. И там, где этого не происходит, пожалуйста, обращайтесь, чтобы мы оказали помощь и обратились к вашим муниципалитетам, к власти. Второй момент. Мы должны организовать оздоровление. Я неоднократно говорила в вашей студии. Почему? Потому что на сегодняшний день нет санаторно-курортного лечения государственного бюджетных денег, нет для работников бюджетных отраслей. Мы заключили договора. Это несколько у нас пансионатов. Мы заключили договора с санаторно-курортными оздоровительными учреждениями. И, безусловно, наши путевки для наших членов профсоюза, они будут со скидками в 40% и даже 50%. А некоторые получат награду «Бесплатные путевки». Екатерина, ну, полагаю, что ваша работа действительно положительно скажется на всем педагогическом составе нашей республики. И наши учителя оздоровятся за лето и вновь с новыми силами примутся за воспитание, обучение наших детей. Спасибо. Благодарю вас за беседу. У нас на этом все. Но мы не прощаемся. Оставайтесь с нами.